уважаемые коллеги добрый день сегодня у нас шестая лекция по курсу гистотехники и мы с вами должны рассмотреть применение метода иммуногистохимии и на самом деле мы больше будем говорить о методе иммунофлюоресценции почему этот метод нужен почему не можем использовать с вами обычные гистологические окраски или методы гистохимии ну обычно гистологические окраски они достаточно низко селективны то есть например то же самое гематоксилина 1 действительно позволяет нам дифференцировать определенные вещества на нашем препарате определенные группы веществ если быть точнее но конечно не позволит нам обнаружить какой-то конкретный белок если он только не обладает какой-то ферментативной избранной активностью тогда мы конечно можем подобрать на него какую-то качественную реакцию но это наверное исключение больше чем правило и плюс мы не можем распознавать какие-то определенные участки наших больше всего нас интересует конечно белки соответственно наших белков и в данном случае конечно же методы иммуногистохимии иммунофлюоресценции нам могут прийти на помощь что они могут во первых эти методы могут распознавать очень небольшие участки соответственно то что можем назвать эпитопами причем можем распознавать участки очень немножко различающие друг от друга на какой-то участок можно работать тело который будет селективно его узнавать например только фосфорилированную версию какого-то белка который нас интересует при этом не распознавая нефосфорилированную версию плюс мы можем с вами увеличить чувствительность используя специальные методики так называемая каскада усиления мы об этом поговорим в некоторых случаях вы можете получить на один эпитоп до нескольких миллионов молекул флуорохрома или еще большее количество молекул вашего хромогена вещества которые вы будете использовать чтобы можно было визуализировать то место где ваше первичное антитело прикрепилось ну и еще одна важная особенность возможность одновременного выделения нескольких меток рутина 3-4 метки случае иммунофлюоресценции можно получить ну случае если мы говорим о иммуногистохимии на проходящем свете конечно наверное предел это две метки которые можно попытаться различить более-менее селективно говоря о иммуногистохимии иммунофлюоресценции конечно нужно вспомнить доктора альберта хьюлета кунца и как ни странно исторически первым была именно иммунофлюоресценция он изучал бактерию микобактерию вызывающую туберкулез и брал сыворотку от пациентов которые уже болели этим заболеванием метил все белки которые были в сыворотке на самом деле там естественно понятным были прежде всего и антитела которые распознавали этот патоген и после этого использовал ее для того чтобы пометить этот патоген в других срезах и этот метод получил еще название прямого метода иммунофлюоресценции в чем он заключается в случае сыворотки от пациентов у нас в этой сыворотке были также антитела которые распознавали в ее составе в составе скажем препарата на которые мы можем поместить какие-то антигены понятно что данном случае эти антитела можно назвать поликлональными так как они будут распознавать разные эпитопы на нашем антигене разные участки но в любом случае они все равно такой селективностью будут обладать более того мы можем эти антитела в принципе очистить например добавить наш антиген либо какие-то эпитопы которые нас интересуют на хроматографическую колонку на активированную например какую-нибудь какой-нибудь активированный гель пускай это будет сифороза к примеру или какие-то другие вещества и за счет того что мы будем теперь проводить через эту колонку раствор сыворотки то только антитела которые имеют возможность селективно узнавать вот этот наш антиген и соответственно эпитопы которые мы им предъявили будут оставаться на этой колонке дальше меняя ph меняя осмолярность меняя какие-то другие параметры можем отдельно селективно смыть только фракцию этих антител и использовать их для какой-то уже исследовательской работы дальше при помощи нехитрых методов которые позволяют пришить к любым белкам ковалентно какие-то вещества ну вот мы например говорили с вами фиксаторах у нас были фиксаторы которые как раз ковалентно сшивали между собой несколько белков есть целый класс веществ которые могут использоваться для того чтобы по резинам в основном к нашим белкам пришить какую-то другую молекулу например флуорохром собственно для что и было сделано флуорохром здесь выступал обычный флюоресциин и таким образом теперь после использования вот таких первичных антител меченных флуорохромом мы могли бы визуализировать при помощи флюоресцентного микроскопа места где этот антиген находится потом конечно начали разрабатываться методы не требующие флюоресцентной микроскопии потому что понятно что флюоресцентный микроскоп до сих пор не во всех лабораториях есть но как ни странно первым именно применением иммуно методов в гистологии скажем так иммуногистохимических это был иммуно флюоресцентный метод это был прямой метод доктора альберта хьюлита кунса какие есть недостатки у прямого метода ну во первых это низкая чувствительность если у вас антитело уже нашло свой антиген второй антитело то скорее всего сесть уже не сможет и поэтому на наше первичное антитело можем поместить очень небольшое количество флуорохромов или если мы хотим получить иммуногистохимию а не иммунофлюоресцентную ограниченное количество фермента который будет превращать наш хромоген в нерастворимый окрашенный осадок то есть при этом на один эпитоп у нас может быть ну в лучшем случае на самом деле на антитело можно повесить это два флуорохрома небольшое отступление почему мы не можем наше антитело просто зависеть флуорохромами по каждому лизину который в нем имеется прежде всего лизины могут иметься и на вот этих участках которые будут распознавать антиген и если мы их изменим мы уменьшим вероятность того что это антитело будет нам пригодна для нашего исследования во вторых если у нас флуорохромов будет оказываться рядом друг с другом очень много и на очень близком расстоянии например с настроением будет порядка 50 ангстрем ну то есть современных единиц их си 5 нанометров и флуорохромы все одинаковые то есть одна неприятность например у нас есть возбуждающий свет который наш флуорохром должен активировать на флуорохром должен светиться скажем красным в идеале но что будет происходить при том что у нас рядом оказался точно такой же флуорохром а за счет такого близкого расположения у нас возможно без излучательно без перезлучения света перенос энергии на следующий флуорохром на следующий флуорохром на следующий флуорохром и на самом деле флуоресценции спускание света это всего лишь вероятность того что это произойдет а теперь представьте что у каждого например флуорохрома вероятность того что он испустит это где-то 1 к 100 а стоит то что он передаст скажем другому или как-то израсходует это понятно что в таком случае передаваться излучательно будет достаточно много и предположим что кроме этого есть еще одна вероятность скажем 1 к 20 что эта энергия может быть израсходована другим способом на окисление на например в случае того же самого оптического пигмента да на изомеризацию нашу молекул на что-то еще и понятно что каждая передача будет значительно уменьшать шанс того что будет испущен цвет на самом деле если мы вспомним физиологию растений фотосистема у растений работа примерно таким же образом после того как фотон был пойман за счет того что много вот такого же аналога нашего флуорохрома он многократно передается каждый раз мы отбираем оттуда еще немножечко энергии поэтому получить очень большую чувствительность с прямого метода без каких-то ущищрений мы с вами не можем второй недостаток прямого метода иммунофлюоресценции нам необходимо использовать метку на первичных антителах и поэтому если мы хотим использовать одно и то же антитела в разных экспериментах то для каждого эксперимента нам придется его метить своим флуорохромом и это достаточно затратный по времени процесс ну и затратный и по количеству антител которые на это придется пожертвовать ну и исторически опять же прямой метод использовался в флуоресцентной микроскопии хотя в принципе можно помесить на первичные антителы напрямую сразу же и какие-то ферменты например апероксидазового хрена которая позволит нам какой-то из хромогенов например диаминобензидин превратить рядом с нашим антителом нерастворимый осадок но опять же чувствительность низкая и нужно метить сразу первичные антитела что конечно крайне неудобно поэтому очень быстро появился так называемый непрямой метод иммунофлюоресцентного анализа суть этого метода очень проста любое антитело это прежде всего белок на любой белок мы можем с вами выработать антитела понятно что мы не можем выработать антитела скажем мыши на свои же антитела это как бы вряд ли получится с другой стороны если мы перенесем антитела мыши в другое животное попытаемся это животное иммунизировать например пускай у нас будет коза то коза будет распознавать этот белок эти тела скажем иммуноглобулины г мыши как чужеродные и будет формироваться иммунный ответ в данном случае будут нарабатываться антитела уже козы против иммуноглобулинов г мыши более того нас многократно будет происходить получение подходящих антител отдельных клонов поэтому конечно же если мы теперь отберем с вами эти антитела это будут поликлональные антитела которые будут на нашем исходном антителе скажем мыши распознавать несколько участков понятно виды специфичных которые будут различаться между козой мыши но это означает что на одну антитела например мыши можем надеяться на то что у нас несколько антител теперь уже козы прикрепиться и на каждом из них если у нас есть например по два флорохрома то теперь у нас на один эпитоп на нашем антигене будет уже не две молекулы флорохрома а скажем 4 в принципе есть чуть чуть более сложные методы с каптеновым сэндвичем и так далее например можно сделать тройной метод когда вы на эти антитела возьмете еще антитела какому-то животному либо можете взять антитела на что-то что вы на антитела второго животного поместили то есть принципе теоретически можно продолжить эту картинку если скажем у нас антитела помечено каким-то флорохромом пускай это будет скажем алекса 488 на нее можно наработать тоже антитела которые будут ее распознавать и на эти антитела привезти к кому другой флорохром опять же можно сделать поликлональными чтобы было больше мест и надеяться на то что у нас теперь будет усиление еще и сильнее будем считать что здесь у нас отдельные тогда флорохром ну и таким образом получается что с некой делокализации метки наша исходная метка вот здесь находится некая делокализация так как мы навешали очень много вокруг нашей метки позволяет нам все равно детектировать вот эти размеры ну размер глобулярного белка такой средний порядка 15 нанометров поэтому даже если мы нами весим с вами скажем 5 белков в каждую сторону это все равно укладывается в разрешение оптического микроскопа и проблемы не имеет другое дело если вы все-таки будете работать с электронной микроскопией и с методами электронной микроскопии в дальнейшем значит в чем достоинство такого непрямого метода у нас получились ну прежде всего у нас повысилась чувствительность нашего метода у нас на один эпитоп уже скажем так минимум в два раза больше метки а в некоторых случаях и больше чем два раза у нас появилась возможность иметь отдельные библиотеки антител к антителам других животных меченных разными флорохромами то есть предположим нас интересует один какой-нибудь эпитоп на одном каком антигене предположим нас интересует кальций связывающий белок калеретинин и мы можем купить теперь антитела предположим которые наработаны в мыши против этого калеретинина и предположим в одном эксперименте нам нужно сюда прикрепить флорохром красный пертехасский красный а в другом нам нужно прицепить сюда на пера зеленый флорохром почему автофлюреценции мешает либо еще одна метка нужно либо еще какие-то задачи и в случае если у нас метод не прямой такой двойной вот наше антитело первичное оно без метки мы его используем в таком же виде как и было а для его распознавания можем использовать антитела предположим той же самой козы против иммуноглобулинов г мыши и добавить сюда например красный флорохром пускай у нас будет техасский красный и точно так же для второго эксперимента взять те же самые антитела козы против иммуноглобулинов г мыши но уже с какой-то зеленым флорохром пускай у нас будет алекса 488 как самый такой стандартный флорохром понятно что это упрощает у нас работу с возможностью комбинации разных меток кроме того можем взять вторичные антитела например не с флорохромом а с каким-то ферментом который позволит нам визуализировать уже эту реакцию для обычного микроскопа проходящего света еще одно достоинство этого метода так мы используем меньше первичных селективных антител мы можем получить гораздо более чистую реакцию потому что для получения такой же селективности в случае прямого метода нам нужно использовать очень много первичных антител что дорого ну и плюс появляется шанс не специфичного взаимодействия наших первичных антител с окружающей ткани случае же если мы используем не прямой метод можем создать такие условия что первичным антителам было очень сложно сесть на нашу ткань за исключением тех мест где они садятся действительно селективно ну и вторичные антитела уже использовать в более щадящих условиях и получить гораздо лучшее их связывание вот с этим вот единственным антителом нашедшим единственный какой-то свой эпитоп на нашем антигене таким образом получается еще одно достоинство недостатки ну во-первых здесь сложность комбинированием нескольких меток какая сложность нам нужно получить первичные антитела на каждую нашу метку на каждый наш антиген из разных животных потому что мы не сможем дальше различить на уровне вторичных антител что у нас первичные эти тела распознавал предположим у нас две метки начну нужно первичное антитела на первую метку взять например из мыши второе например из кролика предположим у нас три метки мышь кролик крысу предположим четыре пять ну и дальше понятно что мы ограничены в том из каких животных мы первичные антитела можем в лаборатории получить в принципе это очень небольшой такой набор по пальцам одной руки можно пересчитать наиболее часто используемая мышь кролик крыса чикен соответственно ослик ну а так как мы используем с вами еще антитела данном случае козочки виде вторичных козочку можно использовать не можем вот такой самый стандартный набор да действительно есть еще антитела получающие золотистом хомячке еще антитела получающиеся из скажем тех же самых камелидные антитела которые получают из других животных но вот все равно мы очень сильно с вами ограничены ну и к тому же если говорить о производстве антител то получить антитела из каких-то экзотических животных например из того самого верблюда то вот эти новомодные антитела которые очень маленькие микро антитела либо камелидные это все-таки достаточно сложно еще одна сложность все-таки у нас не самая высокая чувствительность при таком подходе мы получили усиление в два с половиной три раза но в общем то и все ну и опять же не прямой метод исторически начинал с флуисцентной микроскопии хотя разрабатывалась как ни странно для именно использования хромогенов того же самого то же самое пероксидаза хрена еще одна сложность которая у нас возникает теперь если мы хотим много меток использовать то в случае флуисцентной микроскопии нам нужно сделать так что флуорохромы у нас сильно различались и мы могли каждый флуорохром распознать отдельно подробнее про флуисцентную микроскопию про подбор меток про сложности мы поговорим в отдельном курсе по оптической микроскопии но здесь я должен рассказать хотя бы про комбинацию из трех меток на нашем препарате предположим мы собираемся в случае флуисцентного режима подкрасить ядра на нашем препарате чтобы сориентироваться в сложной ткани на первосреде мозга и для этого будем использовать такой не очень удобный флуорохром как диамин фенилендол дапи у него возбуждение то есть свет который нам нужно чтобы с него получить свечение находится вот в этой области близко к тоже ультрафиолет получается хотя и ближний и в принципе ну вот 405 например нанометров если мы говорим о микроскопе конфокальном нам может устроить либо если мы говорим о флуисцентном микроскопе можем взять вот здесь вот пошире например в районе 360 нанометров и возбуждая вот эту часть его спектра мы с вами получим вот такое спускание этого флуорохрома при этом посмотрите у нас часть еще возбуждение на зеленый флуорохром получается то же самое пиралекса 488 но мы можем с вами сделать селективное различие этих флуорохромов очень просто мы используем для возбуждения вот эту зону где у нас возбуждается в основном дапи и немножечко немножечко возбуждение есть у нашего второго флуорохрома а регистрируем мы с вами например до 460 нанометров вот скажем 410 нанометров вот эту зону как видите при этом у нас получается что мы можем увидеть только флуоресценцию нашего первого флуорохрома и предположим это как раз вот был дапи для второго флуорохрома пускай это будет алекса 488 к примеру мы можем для возбуждения точно так же взять участочек который максимально захватывает пик нашего спектра чтобы яркость была максимально возможной здесь немножечко в подножье как посмотрите захватывается второй флуорохром пускай он будет техасский красный но очень мало если мы теперь регистрировать наш флуорохром будем примерно вот в этой вот зоне то мы с вами опять же увидим только наш флуорохром то есть только 488 алексу селективно без остальных флуорохромов ну и с последним флуорохромом здесь вообще все просто техасский красный предположим или 568 какая-нибудь алекса возбуждение где ничего кроме этого флуорохрома не возбуждается поэтому здесь вообще все хорошо ну и также со спусканием мы можем поставить границу достаточно широко потому что здесь уже никакой из флуорохромов больше не светится и вот такой подбор флуорохромов означает что мы с вами можем переключая набор светофильтров сделать три снимка нашего препарата на первом снимке у нас будет виден только дапи на втором снимке у нас будет видно только алекса 488 и на третьем только техасский красный в принципе сюда можно было бы добавить еще какой-нибудь инфракрасный флуорохром например алексу 648 или 670 что-нибудь туда в красную область при необходимости теперь дапи это просто краска кистологическая которая селективно связывается с двунетевыми нуклиновыми кислотами на самом деле с днк в одну из бороздок она интеркалирует это интеркалирующий краситель здесь все просто а вот как нам теперь пометить антитела давайте предположим что у нас есть неких два каких-то определенных антигена которые нас интересуют нас интересует белок ассоциирован с микротрубочками MAP2 и белок скажем нейрофиламентов которые только в нейронах тоже присутствуют но имеет отношение уже к промежуточным филаментам и дальше нам нужно взять первичные антитела из разных животных предположим мы взяли первое антитело мыши мышь против MAP2 и второе антитело первичное взяли например кролик кролик анти n200 антитело для детекции мы можем взять в обоих случаях козья но в первом случае у нас будет коза против именоглобулинов мыши и покрашенная ну не покрашенная в данном случае конъюгированная с алексой 488 и в втором случае коза у нас уже будет против именоглобулинов кролика и это будет например техасский красный все мы с вами решили задачу у нас есть две селективные метки полученные методом иммунофлюоресценции и одна метка полученная методом иммуногистохимии хотя она и флуоресцентная да вот этот DAPI что здесь нам стало понятно что действительно непрямой метод у нас улучшает количество флорохрома на каждый эпитоп то есть у нас лучше станет чувствительность нашего метода плюс в случае непрямого метода у нас лучше будет селективность так как нужно использовать меньшую концентрацию первичных антител но нам нужно задуматься о подборе разных животных нам нужно попробовать подобрать так чтобы у нас антитела наши первичные не были из того же самого животного на котором мы работаем потому что в ткани могут остаться антитела самого животного переработаем мы на человеке да мы не можем брать первичные антитела человека мы не сможем дальше их распознать от оставшихся в ткани ну и он случае использования например флуоресцентного метода можно задуматься о том какие флуоресцентные красители мы с вами будем использовать чтобы не было взаимного проникновения каналов чтобы не было перекрытия каналов и чтобы на каждом наборе светофильтров мы видели только один единственный интересующий нас флуорохром ну на самом деле в лекции по микроскопии я буду более подробно рассказывать еще об одной проблеме так называемой автофлюоресценции когда сама ткань даже ничем не окрашенная может все-таки флюоресцировать в какой-то части спектра как еще можно усилить сигнал потому что основная проблема которая пока осталась это маленькая чувствительность есть много подходов и я расскажу о трех из них первый подход больше связан конечно с хромогенными методами не флуоресцентными это использование так называемого авидин биотин комплекса авидин это такой белок на самом деле сейчас никто авидин уже чисто не используется используют стрептовидин либо нейтровидин чтобы получить лучшую картинку но тем не менее это белок который селективно связывается с одним из водорастворимых витаминов а именно витамином b7 раньше еще называли витамином h волосы кожи до hair and skin и у этого белка то что интересно имеется четыре сайта связывания для этого витамина для биотина то есть у каждого витина есть четыре места где этот биотин может оказаться более того если у нас есть где-то какой-то биотин с ним может связаться сразу же несколько вот этих авидинов это взаимодействие гораздо более сильное как ни странно чем взаимодействие антигена антитела и так как авидин это белок биотин это низкомолекулярное соединение но его тоже можно ковалентно связать с нашими скажем антителами или красителем можем поступить следующим образом мы можем наши антитела вместо флуорохрома покрыть биотином и в отличие от флуорохрома его можно на самом деле чуть побольше использовать чтобы не тело было покрыто даже чуть посильнее дальше мы можем с вами приготовить некий полимер где у нас будет не очень много биотина но много авидина и тогда у нас за счет вот такого встраивания окажется сразу же некоторое количество молекул авидина с незакрытыми еще активными сайтами и напомню что биотина мы получили меньше чем нужно поэтому у нас не полностью все это связано где есть много вакантных мест куда может прицепиться следующий авидин если мы его добавим теперь мы можем с вами добавить в этот раствор биотинилизированный флуорохром либо биотинилизированный фермент который будет нам как раз нарабатывать краску для например проходящего света микроскопии и в данном случае этот фермент будет занимать за счет биотина места вот эти вакантные опять же если его добавить не очень много то окажется что у нас все таки он много куда встроился но при этом осталось еще достаточное количество вакантных мест и теперь если мы добавляем вот такой уже комплекс полимерный где много объединов связанных через биотин друг с другом связанных с биотинизированным например флуорохромом либо каким-то ферментом добавляем вот на такие биотинизированные антитела уже вторичные понятно что весь этот комплекс на эти антитела прицепится и я уже говорил что это взаимодействие сильнее чем антиген антитела плюс оно специфично у нас получится что на один имевшийся у нас эпитоп на нашем антигене место которое распознает антитела у нас будет несколько вторичных антител на каждом из которых будет много биотинов на каждой из которых сядет достаточно большой объемный вот такой полимерный комплекс с многими ферментами либо многими флуорохромами ну и соответственно здесь уже усиление сигнала во первых можем контролировать за счет того что контролировать можем ход реакции можем создать вот этого полимера побольше поменьше и соответственно получить гораздо большее усиление следующий метод гораздо более простой в использовании но к сожалению патентованный это возможность сделать макромолекулу на которой будет прицеплена сразу же много вторичных антител и много например флуорохромов красненькими есть обозначено один из вариантов этого метода предполагал что ведь такого полимера нуклеиновая кислота на нее соответственно достаточно легко можно повесить флуоресцентные красители они будут достаточно далеко друг от друга расположены не мешать друг другу флуоресцировать и через какое-то расстояние через биотин как ни странно сюда можно прицепить некоторое количество вторичных антител и тогда даже если какое-то одно из этих антител распознает первичное антитело то вся эта конструкция большая достаточно длинная до сотни нанометров доходящая будет на этом месте закреплена через вот это взаимодействие антиген антитело понятно что здесь усиление сигнала может быть уже в тысячи раз очень сильная ну конечно опять же некоторая делокализация метки если мы не говорим о микроскопии электронной или микроскопии сверх разрешения оптического это не является какой-то особой проблемой ну и последний метод который дает максимально достижимое сейчас усиление здесь уже можно говорить о сотнях тысяч раз то есть у вас на одну одно место скажем на один эпитоп который распознал у вас одно первичное антитело может получиться около миллиона ваших репортерных если хотите молекул хромогенных которые будут поглощать какую-то часть света либо флуоресцентных если вы хотите это тоже возможно в данном случае даже предпочтительно в чем суть этого метода как он работает он очень похож на методы которые можно отнести к ферментативным и здесь это не прямой метод где у нас есть первичное антитело оно также остается главным который распознает наш эпитоп у нас есть вторичные антитела которые распознают первичное антитело также с другого животного и вот здесь кроется одно отличие на этих антителах не флорохрома находится а некие ферменты которые могут активировать у нас вещество которое в активированном состоянии очень хорошо присоединяется к другим белкам причем соединяется с этим белками только в определенных местах только на определенные остатки аминокислот может такой активированный комплекс сесть а именно они будут осаждаться эквивалентно связываться только с тирозинами и на самом деле с боковой частью этой аминокислоты таким образом что получается у нас есть несколько вторичных антител на нашем единственном первичном антителе которое распознало один эпитоп на этом ферменте у нас постоянно происходит ферментативная реакция которая терамидин активирует после чего терамидин активированный ищет вокруг за счет диффузии это место где есть остаток тирозина и к нему жестко ковалентно пришивается то есть у нас есть белок который нас интересовал исходный у нас есть какие-то белки которые нас не очень интересуют но находятся рядом и у них есть где-то тирозин и тогда за счет работы этих ферментов все вокруг нашей метки на достаточно большом расстоянии будет покрыто вот такими активированными терамидинами которые могут нести на себе либо флуорохром либо еще один фермент тут можно придумать разные способы чаще всего конечно используется флуорохром и таким образом у нас получается усиление одного единственного эпитопа с одним единственным первичным антителом до на самом деле миллионов молекул репортерных миллионов молекул флуорохрома то есть в принципе мы можем таким методом обнаружить на обычной микроскопии без каких-либо ухищрений флуоресцентной микроскопии одну единственную молекулу интереса если нас это будет интересовать и соответственно получить ее расположение на препарате опять же делокализация естественно здесь есть но она сопоставима с разрешением обычного оптического микроскопа поэтому не является большой проблемой это метод наверное наибольшего усиления конечно мы не рассматриваем все методы есть усовершенствование и этого метода к сожалению патентованное но я думаю что для большинства задач вот нескольких таких подходов для особенно флуоресцентной работы должно быть достаточно для того чтобы можно было практически все решить несколько слов о иммуногистохимии когда мы не используем с вами флуоресцентные красители а используем красители которые видны в обычный микроскоп проходящего света какие здесь есть достоинства и недостатки пока у флюорохромов у нас было отмечено несколько проблем ну во первых флуорохромы при том что они могут многократно возбуждаться к сожалению немножечко менее эффективны чем иммуногистохимические подходы сейчас станет понятно почему плюс у нас есть автофлуоресценция плюс у нас есть выцветание препарата самого то есть мы препараты флуоресцентные не можем долго хранить плюс нам их нужно заключать в водную среду то есть например в глицерин ну а это понятно не способствует долгому хранению препарата во первых а во вторых еще одна проблема у глицерина коэффициент преломления все-таки меньше чем у например канадского бальзама поэтому высокое разрешение с такого препарата получить будет сложнее ну и последнее наверное немаловажное не во всех лабораториях есть флуоресцентный микроскоп поэтому иногда нужно будет использовать иммуногистохимию при ней чувствительность у нас будет выше можем использовать обычный микроскоп ну и препараты такие могут очень долго храниться особенно при использовании диаминобензидина который в принципе сохраняет свою локализацию на препаратах очень долго на постоянных препаратах давайте посмотрим как может работать такой метод предположим у нас есть наш непрямой метод где у нас есть первичное антитела специфически у нас есть вторичные антитела но на них вместо флуорохромов мы с вами закрепляем вот такие вот ферменты уже известную нам например пероксидазу хрена либо щелочную фосфатазу либо есть еще несколько систем и эти ферменты будут превращать некое растворимое вещество которое отмечено у нас вот здесь в нерастворимый окрашенный осадок который будет вокруг этого места осаждаться прямо на препарате согласитесь напоминает немножечко термидиновый каскад усиления о котором мы говорили но здесь он несколько проще поэтому в случае вот такой иммуногистохим или проходящего света вы можете получить очень хорошее усиление и более того здесь можно снизить концентрацию первичных антител получив более такую красивую четкую картинку ну а если сюда добавить еще отсутствие атофлюоресценции становится понятно что в принципе это очень удобно но есть проблема с тем как сделать несколько меток то есть из недостатков иммуногистохимии можно сказать что на 2 метки два цвета мы еще можем различить например красный или синий можем различить синей и коричневый можем красный коричневый уже хуже ну и возникает ещё один вопрос чёрный если у вас много метки оказалось она поглотила весь свет это что это очень много красного очень много синего или очень много коричневого. Поэтому селективность здесь сложнее. Разделить отдельные каналы мы, конечно, в теории можем. На практике это не всегда возможно. То есть максимум два хромогена, максимум два эпитопа, которые мы можем распознать в таком препарате. Кроме того, у нас в тканях самого животного могут оказаться те ферменты, которые мы используем для перевода нашего хромогена в нерастворимое состояние. К примеру, если мы говорим о пероксидазах, у нас много пероксидаз находится практически во всех тканях. К счастью, их можно заблокировать, если мы перед тем, как будем использовать этот метод, наш срез обрабатываем специфичными ингибиторами пероксидаза. Это очень просто. Это раствор перекиси, скажем, полупроцентный, на абсолютном метаноле при комнатной температуре минут 10 подержать. И, в принципе, все пероксидазы эндогенные будут отравлены, они не будут уже работать. Щелочные фосфатазы. Здесь придется уже использовать специальное вещество, левомизол, в небольшой концентрации, в миллималярной всего лишь. И он точно так же сможет подавить активность этих ферментов для работы. По иммуногистохимии мы дальше подробно останавливаться не будем, потому что при своих таких двух основных достоинствах есть, конечно, большой недостаток. Больше двух различных меток мы поставить на препарат, скорее всего, не сможем. И, в принципе, не сможем во многих случаях их селективно разделить. Поэтому сосредоточимся на иммунофлюоресценции. И давайте рассмотрим типичный протокол непрямого метода иммунофлюоресценции. Конечно, можно добавить в него много дополнительных шагов, но прежде всего, если у нас препарат после парафинового метода, нам нужно его депарафинизировать. Нам нужно уменьшить собственную флюоресценцию препарата, либо химически, либо физически, за счет высвечивания препарата. И еще одна проблема, которая у нас остается, что в случае флюоресцентного анализа, что в случае анализа гистохимического, это недоступность во многих случаях эпитопа, который распознает наше антитело. Как я уже говорил, в случае фиксации формалиния у нас происходит шивка ткани мостиками ковалентными, метиленовыми так называемыми, и связывание имеющихся в нашем фиксаторе альдегидных групп с образованием еще пока не сформировавшегося метиленового мостика, а именно вот такой группы, пришиты только к одному белку. И здесь еще одна из неприятностей – это ионы кальция, которые большие, заряженные, и которые очень любят как раз вот в этих местах, где фиксация неполная прошла, оставаться. Таким образом, нашему антителу продраться через вот такой препарат сложно, и есть несколько проблем. Во-первых, так как наше антителе, то же самое белок, оно может неспецифически пришиться куда-то, увеличив у нас фон. Во-вторых, оно может чисто стерически просто не проползти к месту, где находится его эпитоп. Ну и в-третьих, оно может к нашему эпитопу не связаться, поскольку где-то поблизости находится сильно заряженный ион кальция, который может мешать каким-то образом дентурировать или реактурировать белок. Ну, в общем, создавать неудобные для нашего антитела условия. Поэтому для препаратов после обработки в парафине, на самом деле после фиксации в альдегидных фиксаторах, нам всегда нужен еще этап демаскирования. Очень немногие антигены можно использовать без демаскирования, и чаще всего этот этап все-таки необходим. который при помощи, например, температуры, при помощи специальных растворов, которые будут убирать кальций, об этом мы поговорим чуть дальше, сможет сделать для наших антител доступными вот эти вот участки эпитопов. Теперь следующий этап после этого – это блокировка неспецифического связывания. Так как у нас антитела – это белок, то кроме взаимодействия антиген-антитела, возможно, еще очень много других взаимодействий. Например, у нас на препарате есть где-то гидрофильные и гидрофобные участки. Такие же участки, гидрофильные и гидрофобные, есть и на самом антителе. Естественно, возможно, взаимодействие. Еще одна неприятность. У нас, возможно, где-то есть недофиксированные какие-то группы, которые к любым белкам могут пришиться. Тоже нужно это убрать. Третье – возможное взаимодействие электростатическое между нашим антителом и участками на препарате. Четвертое – список можно продолжать достаточно долго. То есть есть некоторое количество способов нашего антитела, первичного, специфического, связаться не специфически с нашим эпитопом, а случайно оказавшись на нашем препарате в неподходящем месте. Как можно с этим бороться? Давайте мы возьмем на наш препарат и поместим какой-то белок, который нас не интересует. Например, бычий сывороточный альбумин, который тоже белок, который тоже может занять эти сайты, которые нам мешают, и за счет этого, в принципе, уменьшить неспецифическую окраску. Ну и, конечно, самым идеальным способом было бы использовать вот эти вторичные антитела нашего животного, но не для распознавания, скажем, вот этих вот наших антител специфических, а нормальных. Вот нормальные сыворотки животного, без иммунизации, без всего. Они ничего не должны распознать в нашем препарате в идеале. Но они очень похожи на вот эти и на вот эти вот антитела. Что означает, что те места, на которые они сядут, которые они займут, это как раз те места, на которые могли бы сесть либо первичные, либо вторичные антитела в нашем исследовании. Поэтому чаще всего для блокировки неспецифического связывания используется нормальная сыворотка вторичного животного. Предположим, вторичное животное – это у нас коза, и тогда нормальная сыворотка козы, Normal Goat Serum, будет использоваться у нас в качестве блокирующего агента. Что здесь важно? После того, как вы нанесли этот блокирующий агент и подержали его некоторое время, промывки между ним и применением антител быть не должно. Если вы теперь решите использовать промывку в буфере или, не дай бог, в воде, то некоторые из этих слабых взаимодействий, неспецифических, могут быть разрушены. Если вы теперь добавите сюда первичные антитела, то они займут, кроме своих специфических положений, еще и места вот эти неспецифические. Поэтому здесь, после блокировки неспецифического связывания, без промывки вы наносите первичные антитела, инкубируете с ними некоторое время. В принципе, можно инкубировать в двух способах. Первое – это при температуре, скажем, 37 градусов, но недолго, например, 2 часа. И второе – при температуре меньше, например, плюс 4 градуса в течение, например, ночи или даже дольше. В чем различие? Во втором случае, когда вы дольше инкубируете но с меньшей температурой, у вас меньше неспецифического связывания, меньше шанса такого неспецифического взаимодействия. И, конечно же, если у вас есть на ваших препаратах значительный фон от неспецифического связывания, то изменение протокола для того, чтобы сделать при меньшей температуре дольшее время, может вам помочь. Значит, после первичных антител нам нужно отмыть их излишек, здесь отмывка в буфере происходит, возможно, добавление небольшого количества какого-нибудь детергента, тритона сотового, например, применение вторичных антител, здесь уже чаще всего это при 37 градусах, в термостате 2 часа, отмывка от вторичных антител, ну и, соответственно, какая-то контракраска, если нужно, заключение в среду. Давайте рассмотрим протокол более подробно, уже в текстовом виде. Серым здесь отмечены необязательные части, которые нужны для каких-то специальных препаратов, например, депарафинизация, понятно, нужна только для тех препаратов, которые были залиты в парафин, и абсолютно не является необходимой для, скажем, криостатированных препаратов или вибротомированных. Подавление флюоресценции тоже нужно, только в случае, если вы с флюоресцентным методом собираетесь работать. Если вы не планируете флюоресцентного метода, это не является обязательным. Демаскирование антигена. Опять же, если у вас, например, вибротомный срез нефиксированный, оно не обязательно. Но промывка в буфере перед тем, как вы будете блокирующий раствор использовать, конечно же, необходимо. Блокирующий раствор применяется разное время. Ну, вот для некоторых тканей, для ткани мозга, фиксированных в формолине, мы используем, например, 2 часа, 120 минут. Для многих других тканей, особенно для тонких срезов, иногда можно обойтись и 30 минутами без потери качества. Обычно это разведенная нормальная сыворотка животных, в котором получены вторичные антитела. Если вторичные антитела у нас козы, коза против кролика, первичные кролика, то мы будем использовать нормальную сыворотку, в данном случае как раз козы. И здесь есть еще одна неприятность, еще один момент, на который нужно нам с вами также отдельно, о котором нужно отдельно отметить и становиться. Если у нас, например, не было нормальной фиксации нашего препарата, то у нас могут оказаться цельными все мембраны наших клеток. И, конечно, антитела тогда внутрь, если у нас наш антиген, скажем, внутриклеточный, попасть не могут. Тогда в блокирующий раствор, либо перед этим, добавляя отдельный этап, нужно добавить агенты, которые немножечко подразберут мембраны. Те же самые, например, тритон сотый, твин и некоторые другие детергенты. В более жестких случаях можно использовать, например, сапонин и некоторые ферменты, которые сделают ту же самую работу. Тут все зависит от ткани, от условий, в которые вы работаете. Значит, блокирующий раствор мы использовали, заблокировали неспецифические взаимодействия, без промывки, но убрав излишек, стрихнув просто препарат, излишек блокирующего раствора, мы инкубируем с первичными антителами. Они, опять же, разведены в нормальной сыворотке нашего животного вторичных антител, но в меньшей концентрации. В принципе, возможно, опять же, применение веществ, которые будут способствовать перекновению этих первичных антител уже в нашу ткань, лучше того же самого тритона, например. Дальше, отмывка в буфере от первичных антител, инкубация с разведенными вторичными антителами, необходимой концентрации. Ну и, если это, скажем, у нас флюоресценция, на этом у нас все кончается. Нам осталось только промыть теперь в буфере и заключить наш препарат. Какие здесь есть особенности использования? Ну, во-первых, конечно, если мы будем инкубировать наши стекла целиком, нам понадобится очень много раствора. И задача, особенно для первичных антител, очень дорогих, специфических, уменьшить объем раствора, который нам для этого нужен. Но уменьшая объем раствора, понятно, мы можем с вами встретиться с высыханием раствора, который мы с вами используем. И поэтому инкубация в таком случае проводится во влажной камере. Не обязательно покупать фирменную, ее можно сделать и самим, в принципе. Но вот такие фирменные камеры из темного пластика, которые позволяют работать с флюоресцентными препаратами, конечно, очень удобны. Вторая вещь очень удобная. Это маркер, внутри которого есть некое очень гидрофобное вещество. Если вы этим маркером введете какую-то часть на стекле, то добавляете сюда жидкость. Жидкость не будет выходить за нарисованной этим маркером границы. Если вдруг так получилось, что у вас по какой-то причине нет возможности купить этот маркер, его, в принципе, можно изготовить. Продаются в магазинах для художников пустые маркеры, то есть металлическая вот эта часть, кончик маркера. И вы можете использовать любой растворитель, который растворяет, например, парафин, причем, например, легкоплавкий парафин, гексадецен какой-нибудь и залить эту смесь вот в такой маркер, получить такой самодельный. Он, конечно, будет гораздо хуже пахнуть, более опасен для здоровья, хуже работать, но, в принципе, как возможность подходит. Еще одна возможность, если вдруг совсем ничего в лаборатории нет. Вы можете поместить сверху на вашу каплю над вашим препаратом покровное стекло, под какой-то положить, скажем, два кусочка скотча. И тогда у вас между покровным стеклом и вашим препаратом будет какой-то определенный мертвый объем, в котором будет находиться ваше вот это первичное антитело долго. Испаряться будет только по краю совсем немножечко. Ну, и можно таким образом сэкономить. Ну, и если есть возможность, то очень рекомендую вот такую систему. Она в свое время продавалась фирмой Термо. Называлась она Шандон Секвенза. Я не знаю, продается ли она сейчас, потому что есть какие-то сложности с патентами. Почему-то она теперь отдельно не идет. Но выглядит она вот таким образом. Это покрывашечки на стекла, у которых, если посмотреть на профиль, есть выступающие части, небольшое углубление, и опять выступающая часть. Если вы теперь сверху кладете ваше стекло, давайте его синим нарисуем, чтобы было понятно, то у вас между стеклом, где есть препарат, и вот этой покрывашечкой образуется полость, в которой как раз у вас и поступает жидкость, которую вы используете. Дальше вы устанавливаете вот такую конструкцию в специальную ванночку, она в ней хорошо фиксируется, и вы можете добавлять сверху раствор какой-нибудь, и так как поток здесь будет ламинарным, то добавление нового раствора, старый раствор будет из такой конструкции просто выдавливать. То есть, например, вы хотите сделать какой-то реагент после промывки буфером, вы добавляете, к примеру, 80 всего лишь микролитров, и этого достаточно, чтобы полностью вычислить предыдущий раствор. Дальше вы, например, хотите промыться от этого раствора, добавив буфер, наливаете сверху те же самые 80 микролитров, и у вас полностью заменился этот раствор буфером. Причем вам не нужно вынимать ваше стекло для промывки, для инкубации тоже ничего не нужно делать, так как вот это расстояние между стеклом и камерой очень маленькое, то вода или любой другой раствор будет держаться за счет капиллярной силы, то есть он не будет выливаться. Это аналог вот такой вот влажной камеры, гораздо более удобной, очень удобно в холодильник ставить несколько таких сразу же конструкций. Ну и за два дня, скажем, в некоторых случаях требуется такая долгая инкубация, вода оттуда не испаряется, то есть ваши препараты остаются под слоем воды в совершенно нормальном состоянии. В принципе, по опыту могу сказать, что если у кого-то есть 3D принтер специальный, который печатает при помощи отверждаемой пластмассы, то создать 20-30 микрон вот такую вот впадинку можно. Можно распечатать такие конструкции самим и сделать. Конечно, не такие красивые, не такие удобные, но в принципе, я надеюсь, что у нас в университете когда-нибудь купит такие принтеры нам, мы могли бы тогда даже при невозможности закупки этого пластикового оборудования изготовить ее в том числе и сами. Таким образом, у нас есть возможность сэкономить реактивы достаточно значимо. и еще одна вещь, о которой нужно будет поговорить, это вот то самое демаскирование антигенов. Предположим, у нас есть некий препарат, который красится очень плохо, если мы ничего не делаем. Во-первых, много неспецифики, во-вторых, нужно очень большую концентрацию антител, скажем, у нас здесь будет работать концентрация 1 к 20, понятно, что антител очень дорогой, его будет очень жалко такой концентрации использовать. И, как видите, очень грязная картинка. При такой громадной концентрации у нас получается, что очень много лишней окраски. Предположим, мы хотим отработать для концентрации, скажем, 1 к 100. И при разных вариантах демаскирования антигена можем получить как сильное ухудшение нашего препарата, это нам совсем не подходит, в кислой, скажем, среде, так и очень хорошее улучшение качества препарата, но, например, при этом с повышением неким фона, который нам тоже может в некоторых случаях мешать, в некоторых случаях помогать. Или без увеличения фона вот такое. Согласитесь, возможность взять в 5 раз меньше первичных антител, это очень хорошо. И, например, как в данном случае, вот в этом, уменьшение фонового окрашивания, и посмотрите, насколько здесь хорошая вот эта граница видна. И вот эта вот граница, и вот здесь вот. Конечно же, очень желательно. Каким образом это достигается? Как я уже говорил, у нас не до конца происходит фиксация, даже если годами лежит материал в формалине, и, в принципе, мы можем при помощи повышенной температуры сместить эту реакцию в обратную сторону. Те места, которые еще не сформировали метиленовый мостик, при повышении температуры, в наличии воды, могут, в принципе, ну, скажем так, немножко расфиксироваться. Плюс мы можем добавить в эти растворы что-нибудь, что будет хорошо убирать кальций. Например, хилаторы кальция, и ДТА, и ГТА, или лимонную кислоту, или какие-то другие вещества, ну, плюс еще пертвин 20-й, чтобы можно было наш препарат еще отмыть. И есть три таких наиболее стандартных рецепта, которые используются для демаскирования антигена, для нагревания, то есть нагревается это не в воде, а в буфере. Есть щелочной буфер, это трис-ЕДТА, рецепт его я здесь привел, где как раз содержится кальциевый хилатор, где содержится трисовый буфер, но заметьте, PH щелочной 9.0. С этим буфером нужно быть только единственное, с чем аккуратно, его нужно хранить в плотно закрытой банке в десятикратном виде, почему у нас из воздуха будет растворяться углекислота и PH конечно будет идти все ближе и ближе к нормальному, поэтому к сожалению этот буфер недолго хранится. В случае если мы будем говорить о нейтральном так называемом варианте, вот этот вариант, это цитратный буфер SPA6.0 однократный, здесь видно опять же его пропись, хранить тоже долго нельзя, по другой причине он очень хорошо зарастает сразу же бактериями и грибами, то есть даже при хранении в холодильнике скажем 2-3 месяца он приходит в негодность. Ну и последний вариант кислого это цитратный буфер, но SPA6 уже равным 4.0 если вы не знаете как с вашим антителом работать, вам придется экспериментально попробовать сделать ретривинг со всеми четырьмя, а в некоторых случаях есть еще другие рецепты буферами, посмотреть в каком случае у вас работает лучше и на этом буфере уже остановиться. В некоторых случаях производители пишут, что для работы с парафиновыми срезами, например, там человека или крыс или еще кого-нибудь, эти антитела, которые производители гарантируют лучше, работают при, скажем, демаскировании в кислом или щелочном варианте. Тогда можно просто воспользоваться этой информацией с прописи и сократить себе время исследования. Каким образом можно нагревать наши образцы? Ну, на самом деле, если у вас ничего под рукой нету, подойдет обычный автоклав. Если есть автоклав, если есть стеклянная посудина, то, на что нужно обратить внимание, автоклав должен иметь короткий цикл, который будет нагревать, скажем, до 121 градуса Цельсия, пускай будет 10 минут, но иметь так называемый свободный выход из цикла, то есть оставить при такой температуре ваши препараты и дать им спокойно остывать без сброса давления. Почему? Если вы сбросите давление, вода закипит, на препаратах у вас будут пузырьки, которые сильно повредят структуру вашего образца. Если же ваш автоклав позволяет сделать охлаждение без сброса давления, ну, это идеальный вариант, соответственно, тогда вы можете охладить ваш образец до температуры, скажем, градусов 90, после чего открыть клапан, что туда все-таки зашел воздух, потому что понятно, что у вас в автоклаве останется только пар, который будет, естественно, конденсироваться, и в противном случае у вас там получится вакуум, дверцу будет не открыть. Но вот такой подход, он наиболее хороший. На самом деле для демаскирования важна не только максимальная температура, но и вот это время остывания. Если вы не будете спешить, не будете специально стужать препараты, результаты получаются лучше. Кроме этого, существует большое количество таких вот коммерчески доступных уже устройств, и наиболее удачное устройство это вот это вот. К моему мнению, опыту, опять же, может быть, я просто не все видел. Кроме того, можно использовать бытовые устройства, рисоварки, например, есть пароварки под давлением, скороварки электрические, тоже хорошо, и есть возможность использовать еще для этого микроволновое излучение, и для некоторых гистопроцессоров есть вот такие вот блоки, которые можно ставить в микроволновый гистопроцессор. Как ни странно, в некоторых случаях микроволновая обработка, даже с меньшим давлением, меньшей температурой, может сработать лучше для некоторых групп образцов. Ну, это скорее не правило, а вот такая возможность. Опять же, если ничего нет, у нас есть автоклав, можно использовать для этого автоклав, либо скороварку, рисоварку. Давайте посмотрим на протокол, теперь уже не некий усредненный, а конкретный для какой-то работы. Предположим, у вас есть образцы, в данном случае, например, пускай будут образцы мозга, которые были получены парафиновым методом. И первое, что нам нужно в нашем протоколе, это депарафинизация. В ксилолах мы растворяем парафин, в этанолах мы частично регидратируем и все остатки ксилола, которые мы могли бы перенести из второго раствора, в двух этанолах смываем. Этанол 70 это просто более-менее плавный переход в уже буфер и отмывка в буфере для получения наших препаратов. Дальше, демаскирование антигенов. Нам классически желательно промыться в том же самом буфере, который мы будем использовать для демаскирования, чтобы он не смешивался с исходным. Пускай у нас будет в щелочном буфере это сделано, в автоклаве со свободным остыванием на 10 минут и дальше промывка уже в буфере, который мы будем использовать дальше для работы с блокирующим раствором, например. то есть соответственно пускай будет TBS. Промывка в TBS, блокирующий раствор, рецепт блокирующего раствора приведен вот здесь и после этого мы можем в нем выдержать какое-то время, опять же, для нервной ткани лучше чуть подольше подержать, мы используем 120 минут при комнатной температуре. На что нужно обратить внимание? В любом случае при хранении той же самой сыворотки происходит неприятность, часть раствора на краю вашего Эппендорфа или банки, которую вы храните, подсыхает. И белки очень любят агрегировать. Если вы теперь вылейте вот такой раствор на ваш препарат с агрегирующими белками, то к этим же конгломератам белков могут, опять же, неспецифично сесть и блокирующий раствор, и первичные антитела, и вторичные, и можно получить такой красивый эффект звездного неба. Как от этого избавиться, чтобы не было вот такой вот отдельных точек яркой метки центрифугировать. В любом случае эти куски белковые будут достаточно большие, и центрифугация вашего блокирующего раствора, например, пускай будет 14000G, это обычный мини-спин, позволяет 10 минут, если есть охлаждение, можно еще с охлаждением, позволяет эту проблему решить. Значит, оцентрифугировали ваш блокирующий раствор, нанесли на стекло, 120 минут при комнатной температуре подержали, без промывки наносить первичные антитела. Можно использовать вот такую пропись, если я не писал в данном случае концентрации ваших антител, потому что они будут зависеть от ткани, от антитела, которые вы используете, и могут составлять от, в самом плохом случае, 1 к 5, до, в самом хорошем случае, например, 1 к 10 тысячам. Возможно, очень большая разница. Поэтому и доводить водой, вернее, ТБС, нужно будет до 1 мл уже по тот объем, который у вас получится. Опять же, первичные антитела, на баночке где-то могли высохнуть, сыворот, который доливали, где-то могла высохнуть, лучше оцентрифугировать, чтобы вот этого звездного неба на препарате не было. после первичных антител, например, на ночь в холодильнике на 12 часов, этого будет для большинства антител достаточно, промывка в буфере, нанесение вторичных антител. Вторичные антитела, вот один из вариантов использования с такой концентрацией, на самом деле есть концентрация с избытком. Если будете экономить, можно вторичных антител взять еще поменьше. Используйте вот такой рецепт для вторичных антител. Я использую чаще всего 568-ю, 488-ю и иногда еще 47-ю, если нужно третья алекса. После этого мы с вами промываемся в растворе буфера для того, чтобы можно было отмыться от излишка вторичных антител. Да, важное замечание. После того, вторичные тела допустили, все остальное нужно делать в затемненном помещении, потому что ваши флорохромы будут, к сожалению, уже с этого места выгорать, и вы их уже в препарат добавили. Можно подкрасть ваши препараты ДАПИ, но единственная такая рекомендация, наверное, все-таки подкраску ДАПИ лучше перенести куда-нибудь на этап после демаскирования, скажем. Ничего страшного с окраской ДАПИ на остальных этапах не случится, но зато есть шанс вторичные антитела в этом растворе немножечко поотмывать, что не очень хорошо, поэтому имеет смысл, конечно, докраску ДАПИ перенести на более ранний этап. После ДАПИ отмылиться нужно будет в ТБС и заключить в 80% глицерин, в данном случае, так как ДАПИ у нас отдельно использовался водный раствор, уже без ДАПИ. Почему я не рекомендую пользоваться средами сразу же с добавлением ДАПИ, что казалось бы очень удобно. На самом деле ДАПИ, даже когда он не связан с нуклеиновой кислотой, все равно флюоресцирует, светится. Просто он светится, флюоресцирует в 40-45 раз слабее. Что это означает? На кубике для ДАПИ у вас будет всегда виден синий фон. Это тот ДАПИ, который не связался с вашим препаратом. А вокруг препарата у вас будет такой просвет, то есть весь ДАПИ, который мог связаться с нуклеиновыми кислотами, связался. Вокруг препарата такой темный ореол, а дальше светлый ореол в глицерине. Многие ругают обычно глицерин, говорят, глицерин плохой. Нет, просто ДАПИ у вас в нем растворен. Окраска ДАПИ в водном растворе, отдельная отмывка от ДАПИ позволяет решить эту проблему. Кроме ДАПИ, связавшегося с нуклеиновыми кислотами, у вас больше нигде ДАПИ не остается. Ну и второй момент, ДАПИ он канцероген. Подтвержденный канцероген для человека и, конечно, заключение в глицерин никогда не сделает чисто, даже в перчатках, везде где-то будет оставаться этот глицерин плюс ДАПИ в нем. Наверное, это не очень хорошо. Если вы ДАПИ используете водный раствор, с ним можно работать аккуратнее и уж точно нигде случайно не загрязнить ему лабораторию. После того, как вы заключили 80% глицерин, можно зафиксировать ваше покровное стекло и уменьшить фотовоцветание, проклеив лаком либо специальной смесью, которая называется ВАЛАП, ваш препарат по краю покровного стекла и хранить дальше в холодильнике на плюс 4 градуса. Ну, если это флуоресценция, лучше ее снимать в ближайшие несколько недель, ну, месяцев, потому что дальше будет выцветать. Собственно говоря, весь пример такого протокола, как видите, не очень сложный и можно повторить практически в любой лаборатории. Самое дорогое, это, конечно, первичные антитела. Все остальное вполне доступно. Говоря о иммуногистохимии, иммунофлюоресценции, мы не можем с вами обойти вниманием вопрос контролей. Ведь дело в том, что если у нас препарат не покрасился, скажем, нет у нас никакой метки специфической, возможно, два объяснения. Первое, действительно этой метки нету, и второе, не работает наш протокол окраски. Поэтому если мы хотим подтвердить, что что-то есть, нам обязательно нужно делать негативный контроль. И с негативным контролем очень много недопонимания. Очень часто можно видеть статьи, где в качестве негативного контроля используют просто отсутствие в растворе первичных антител. Но сами подумайте, в таком случае контролировать вы будете что? Специфичность ваших вторичных антител всего лишь. Это максимум, что вы можете проконтролировать. Но никак не специфичность скажем того, будет ли связываться даже неиммунная сыворотка вашего животного, которую вы использовали в качестве первичных антител, с какими-то дополнительными эпитопами в ткани. Поэтому самый правильный подход, если у вас такая возможность есть, для негативного контроля, это если вы делаете сами животных, сами их иммунизируете, сами собираете сыворотку, взять предиммунизационную сыворотку конкретно от того животного, в котором вы дальше будете нарабатывать ваши антитела. Если вы заказываете где-то антитела, не знаю, в том самом Шемякино-Овчинниково, например, крайне рекомендую сразу же при заказе попросить их предоставить вам какое-то количество, достаточное для работы, не знаю, 2-3-4-5 микролитров, миллилитров, извините, нормальной предиммунизационной сыворотки того же самого животного, с которым будет дальше работать. Это снимет все вопросы возможные у рецензента, ну и вопрос специфичности здесь, конечно, будет решен. Использовать эту сыворотку в такой же концентрации, как вы бы использовали просто первичные антитела. Если есть какая-то возможность взаимодействия антител, скажем, кролика с вашей тканью, которую вы исследуете, то в данном случае она проявится. если нет предиммунизационной сыворотки, можно взять просто сыворотку того же вида животного, от другого кролика, например. Чуть-чуть похуже, но тоже вполне себе нормально. Что делать, если вы используете, к примеру, антитела, ну, скажем, моноклональные, которые получаются из гибридома, да, самого животного мыши уже нет, это гибридома, именно мыши с какой-то раковой клеткой. Использовать вместо этого нормальную сыворотку мышь. Это вполне допустимо. И только если ничего из этого невозможно, тогда вам остается в принципе использовать просто отсутствие первичных антител. Нужно понимать, что это не совсем честный негативный контроль, это, скажем так, контроль ваших вторичных антител. Следующий контроль, который вам необходим, позитивный. Вам нужно показать, что то, что вы ищете на образце действительно доподлинно присутствует. То есть в которой содержится ваш интересующий вас антиген. И здесь можно взять опять же какую-то ткань, в которой точно есть, либо добавить его, если необходимо. И очень удобно здесь использовать технику микромассива ткани, когда вы можете взять ваш препарат, блок, например, парафиновый, и ваш парафиновый блок, кроме вашего препарата, при помощи микромассива ткани добавить, скажем, позитивный негативный контроль и концентрация есть, но очень небольшая. Таким образом, вы будете на вашем препарате видеть действительно какую-то ткань с отсутствием, с присутствием и с каким-то небольшим количеством вашего интересующего вас эпитопа. Ну, и, соответственно, если вы теперь получили какую-то здесь информацию, вы получили здесь полное отсутствие вашего распределения, здесь у нас очень хорошо виден, здесь какое-то количество, вы можете говорить, что ваш метод работает, ну, и, более того, это можно использовать как какой-то калибрант определенный. Кстати, я еще забыл упомянуть насчет негативного контроля, что еще можно в случаях сложных делать. Многие фирмы, та же самая Сигма, АПКАМ, продают первичные антитела к различным ксенобиотикам, веществам, которых в животных, в нормально растущих, никогда в жизни не встречается. Для чего такие антитела нужны? Это как раз может быть вашим негативным контролем. Если у вас ничего больше нет, вы берете эти антитела, используясь в качестве первичных, и понятно, что они ничего не должны покрасить. Если они что-то красят, значит, здесь есть какая-то неспецифичное взаимодействие. Значит, понятно, если нам нужно доказать, что чего-то нет, нам нужен позитивный контроль в обязательном виде. Если нам нужно доказать, что что-то есть, нам нужно будет, соответственно, негативный контроль. Но какие еще контроли возможны? Ну, у нас может быть несколько различных производителей антитела для нашего эпитопа. В некоторых случаях, для того, чтобы доказать, что это так, нам может потребоваться, скажем, несколько клонов различных моноклональных антител на тот же самый, к примеру, кальбиндин. Какой-то из них может работать, какой-то не работать, но, тем не менее, это может, в принципе, нам подойти. Плюс возможность проверки изотипа взять, скажем, не иммуноглобулины Г, а иммуноглобулины М, ну и, соответственно, на иммуноглобулины М тогда нужно и вторичные антитела тоже, например, иметь. Последнее, что мы можем сделать в виде, опять же, контроля, иногда встречается так называемый адсорбционный контроль. Это означает, что вы ваше первичное антитело провели через хроматографическую колонку, на которой были закреплены ваши антитела. То есть, получается, что вы из сыворотки ее объединили, убрали те антитела, которые должны были как раз распознать и найти интересующий вас антиген. И этот контроль показывает, что остальные части, остальные антитела, которые у вас содержатся в вашем растворе, они ничего на вашем препарате не распознают. Иногда это требуется. Ну и последний анализ, который нельзя, конечно, отнести к истологическому, это анализ селективности ваших антител. Вы делаете тотальный лизат вашей ткани, вы делаете обычный вестернблот, вы используете эти антитела, если они работают в варианте вестернблота, для вестернблота и смотрите, сколько у вас полос получилось, получаются ли эти полосы под те же самые массы, которые для ваших белков характерны. на самом деле эту полосу можно дальше вырезать, трепсинизировать, взять еще и на масс-спектрометрию, подтвердить уже совсем последним методом, что действительно в этой полосе содержится ваш белок интереса. Это уже реже требуется и чаще всего это есть в документации на антитела, но пример, когда может потребоваться, например, вы работаете на каком-то нестандартном животном. Например, антитела показано, что работают, к примеру, на мыши, а вы работаете на человеке. Не факт, что кросс-реактивность будет достаточной, чтобы распознать эти же антитела на человеке, вам тогда придется это самим доказывать. Каким образом доказывать? Позитивный-негативный контроль, понятно, все хорошо, но вдруг они распознают что-то другое. Тогда вы делаете для вашего образца человека тотальный лизат, делаете с этого лизата соответственно электрофорес и вестернблот, выливаете ваши первичные антитела, смотрите, какие полосы они распознали, если вы знаете для человека, скажем, человек хорошо отсеквенирован, понятно, здесь все очень просто, знаете размер белка, знаете примерно где он должен полагаться на вашем геле, а у вас одна полоса, то все прекрасно. Плюс можете уж совсем для успокоения совести эту полосу взять на масс-пектрометический анализ, подтвердить, что искомый белок в этой полосе есть и больше нигде нет. Вот для чего это может потребоваться. Практическое замечание, которое я, к сожалению, обязан сделать. Как вы увидели, иммунофлюресценция, хотя она и не очень сложная, зависит от очень большого количества разнообразных параметров. И подбирать их все вручную, если не работает стандартный метод, это достаточно кропотливая и сложная задача. И самый лучший подход, это если кто-то за вас уже это хотя бы один раз сделал. то есть найти в литературе там, где работают с тем же антигеном, который вы хотите, на том же животном, на котором вы хотите, желательно в тех же условиях, и просто повторить этот протокол. Ну, как минимум, еще проще будет отвечать рецензенту, почему так делали. Опубликованная статья, в которой это уже использовалось. Это помогает избежать многих, многих известных проблем. Ну, например, проблемы с фиксацией. Мы с вами говорили, что разные фиксаторы дают артефакты. Например, метанол активно разбирает, там, формалин, микротрубочки, какие другие фиксаторы, имеют какие-то другие проблемы. Например, проблемы с тем, сколько вам нужно антитил использовать. Ну, и многие другие сложности при вот таком литературном подходе могут быть, в принципе, устранены. Итак, иммунофлюоресценция по сравнению с другими методами, например, с иммуногистохимией. В чем ее достоинство? Во-первых, для иммунофлюоресценции обработка гораздо быстрее и проще. У нас нет хромогена, нет необходимости блокировать отдельные какие-то ферменты в нашей ткани. Можем рутинно использовать много меток. Ну, на самом деле, 3-4 метки можно рутинно попробовать. Если будем математическую обработку специальную использовать, 7 меток можно одновременно использовать. И на самом деле препараты для иммунофлюоресценции могут быть перекрашены. Вы можете препарат отмыть, покрасить еще одним раундом антител, снять препарат, выровнять, опять отмыть. Плюс можно этот же препарат, так как он заключен не постоянно, а в глицерине, перекрасить, тем же самым, например, гемотоксинной азином, либо взять, если у вас хорошая фиксация, его и на электронную микроскопию в том числе. Недостатки. Ну, самый главный недостаток, на мой взгляд, это необходимость флюоресцентного микроскопа. Достаточно дорогостоящего удовольствия. Препараты не очень долго хранятся, они выцветают, их нужно находить в холодильнике в темноте, ну, и желательно все-таки за первый месяц их отснять и исследовать. Требуется заключение в водную среду, да, это и достоинство, и недостаток одновременно, ну, и необходим опыт. Я надеюсь, что отдельный курс, который у нас будет по микроскопии, опыт микроскопирования, как минимум, и некоторых подвохов с флюоресцентным анализом позволят нам в дальнейшем решить. Таким образом, самое основное, это, конечно, наличие хорошего флюоресцентного микроскопа. Немножечко остановимся напоследок на выборе антител, как их правильно выбирать, какие есть подводные камни, на что нужно обратить внимание. Предположим, нас интересует выбор антитела к определенному эпитопу. К примеру, к какому-нибудь нейрофиламенту, то есть промежуточному филаменту, который находится в нейронах. И у нас есть большой выбор различных производителей, которые производят различные антитела. Дальше нам нужно посмотреть на сопровождающую документацию, и чаще всего в ней описано, какие применения этого антитела возможны. Например, очень хорошо это антитело именно вот, которое здесь работает для замороженных срезов, для срезов в парафине, чуть-чуть похуже работает для вестернблота, ну и в принципе нету такого применения, которое бы точно не подходило. Плюс для этих применений уже указаны разведения антител, которые подходят. И нас, например, будет интересовать иммунофлюресценция. И мы знаем, что разведение нужно примерно такое какое-то. Второе, на что нужно обращать внимание, естественно, это то, в ком получены эти антитела. Например, если у нас кролик, а мы хотим с вами использовать антитела, то антитела кролика на кролике без специальных дополнительных действий мы использовать не можем. Плюс, если нас интересуют, например, две метки, мы работаем с вами, например, с крысой, то мы уже кролика использовали. Нам теперь, если вторая метка потребуется, нам придется, например, брать мышь. Причем мышь-кролик достаточно близки, то есть они должны быть еще очень хорошо очищены. Следующее, на что имеет смысл обратить внимание, поликлональные или моноклональные антитела. На самом деле, моноклональные антитела, это, конечно, хорошо, они распознают один-единственный эпитоп с вашего белка. Но что это означает? Предположим, у нас есть большой наш белок, и у нас теперь есть на нем один-единственный уникальный эпитоп. В случае, если мы будем использовать антитела моноклональные, все, что мы получим. В случае, если поликлональные, которые могут, на самом деле, быть менее специфичными, но они могут распознавать на нашем белке много различных мест. И что мы с вами получили? Мы с вами получили бесплатное усиление сигнала, хотя и некую потерю точности распознавания нашего единственного, как в данном случае было бы возможно, эпитопа. Для гистологии, конечно, поликлональные антитела, если они хорошие, если не имеют никакой кросс-реактивности с другими, скажем так, белками, они будут абсолютно идеальны. Их еще иногда кросс-адсорбируют специально так, чтобы они только распознавали участки, которые более-менее уникальны, потому что понятно, что у многих белков есть домены, которые повторяться будут также и в других классах белков. Ну и, естественно, нужно обратить внимание, на ком эти антитела уже были проверены. То есть, например, для этих антител есть кросс-реактивность с мышью, кроликом, коровой, кошкой, человеком, свинкой. Все это можно использовать. Последнее, что может быть важно, если нету перечисленных в этом списке ваших животных. Это иммуноген. На что именно было выработано это антитело? В данном случае на полноразмерный белок. И это для нас хорошо. Плюс, в данном случае это антитело поликлональное. Тоже все прекрасно. В некоторых случаях, особенно если мы говорим о моноклональных антителах, используется из всего нашего белка для наработки какой-то специфический фрагмент, предположим, вот этот вот, который для этого белка уникален. И что это означает? Если в случае описания антитела производитель указал, что антитело работает, например, с человеком, выходить работать с мышью, и у вас есть последовательность вот этого участка, на который нарабатывалось антитело. Вы можете проверить, так как мышь тоже отсеквенирована, есть ли такая же последовательность уникальна для белка мыши. Если есть, вы можете ожидать, что, скорее всего, на мыши это антитело тоже сработает. Если этот домен или этот участок будет различаться, очень велик шанс, что антитело, которое работает на человеке, на вашу мышь уже не подойдет и работать нормально в данном случае не будет. Очень часто производители дают еще очень полезную для нас картинку, а именно картинку вестернблота, который был получен с этих антител. И у белка, например, может быть несколько изоформ, и вы можете увидеть, что белок это распознает сразу же несколько изоформ для какого-то определенного животного. Для какого-то другого животного вот только две изоформ он распознал. И понятно, что в этом случае использовать его очень хорошо, он очень селективный, все прекрасно. В этом случае, когда совсем-совсем много полос, нужно смотреть, может какая-то из этих полосок это на самом деле не изоформа этого белка, а какой-то другой белок, имеющий тот же самый домен. Поэтому наличие приложенного вот такого вестернблота к спецификации антител бывает очень и очень полезно. Более того, многие белки, понятно, у нас изначально присутствуют в разных изоформах. И эти изоформы могут меняться, например, в случае заболевания, в случае какого-то ответа организма или в ходе развития. К примеру, некоторые белки, которые ассоциированы с белками цитоскелета, во время развития головного мозга меняют свои сплайс-варианты. Тоже самое белок, например, есть, ассоциированный с микротрубочками, называется MAP2. Он только в нейронах. У него есть несколько изоформ. А, взяв, скажем, антитела, которое распознает только один сплайс-вариант, перца коротенький, который только на ранних стадиях развития мозга присутствует, на других вы работать не сможете. Поэтому не всегда плохо то, что антитела распознает несколько изоформ. Иногда это может быть наоборот выгодно за счет того, что он распознает и белок в зрелом мозге, и белок во время созревания, и в каких-то других случаях. То есть здесь нужно подходить к выбору антител осознанно, заранее зная, что вы хотите увидеть. Еще одна важная тема это концентрация антител. Очень часто в учебниках, особенно классический совершенно учебник такая Библия по гистотехнике Банкрафта приводит вот такой график, где по одной оси у вас интенсивность окраски показана, по другой оси разведения антител концентрация, скажем, здесь у вас концентрация там 1 к 10 тысячам, здесь, скажем, там 1 к 5. И на этом графике показывают вот такую кривую, что при определенной концентрации у вас получается наиболее хорошая окраска. Значит, здесь есть некий мясномер. Имеется в виду интенсивность окраски селективной. То есть, если вы будете увеличивать количество антител первичных, на самом деле яркость препарата у вас будет расти. У вас будет опережающими темпами расти в данном случае окраска фона. У вас получится просто низкая селективность. И вот этот вот скос при увеличении концентрации в эту сторону это как раз увеличение неспецифической окраски. И во многих случаях для разных препаратов, разной толщины даже препаратов, нужно делать так называемое тетравание антител. Вы берете ваше антитело в концентрации скажем 1 к 10 тысячам, 1 к 1000, 1 к 500, 250, к 100, ну и скажем к 50. Получаете серию препаратов. На каких-то препаратах у вас нет реакции и вы можете сразу вычеркнуть эти концентрации. На остальных концентрациях у вас есть на вашем препарате картинка, но скажем вот на этих концентрациях у вас еще много неспецифики, тоже не подходит. У вас осталось две концентрации, которых вы можете выбирать. Понятно, что ваша задача сэкономить антитела, чтобы работать с ними как можно дольше. Ну и соответственно выбор тогда антитела, который вы будете использовать в данной задаче очевиден. 1 к 500. Минимальное количество антитела, которое позволяет вам получить хороший контраст нашего препарата, это самый идеальный вариант. Поэтому вот такой график, который приводится из книжки в книжку, из учебника в учебник, это не яркость препарата, это именно селективность качества препарата, что после определенного значения, количества первичных антител, качество препарата будет падать за счет очень большого фона. антитела. Ну и если вы используете несколько меток, как я уже говорил, есть несколько сложностей. Во-первых, прежде чем делать препарат сразу с несколькими метками, сделайте препарат с каждой меткой по отдельности. Во-первых, это позволит вам проверить, как эти метки, как эти антитела работают независимо друг от друга. Иногда бывает неприятная вещь, что антитела в коктейле работают хуже, чем по отдельности. Или какой-то из них просто перестает в коктейле работать. Редко, но, к сожалению, в моей практике несколько было вариантов антител, когда такое происходило. Кроме того, если вы работаете с иммунофлюоресценцией, вы можете на вашем препарате, на вашем микроскопе отснять ваш препарат на кубики для того флорохрома, с которым вы будете работать, например, с Alexa 488 и кубик Alexa 488 и можете снять тот же самый препарат на кубике скажем DAPI и на кубике Alexa 568 для чего? Посмотреть, нет ли взаимного проявления каналов, не происходит ли утекание сигнала вот этого зеленого от 488 Alexa скажем в красный канал. Так у вас метка только одна, вы знаете, что ничего другого нет, любой сигнал, который появляется в других кубиках, это либо автофлюоресценция, а вы можете ее проверить, сняв просто препарат без окраски, либо вот это взаимное проявление канала соседней. Нужно проверить, какая из меток вам более важна и использовать для нее самый лучший флуорохром. Предположим, у вас какой-то метки мало, она в очень небольшом количестве, ее сложно найти, какой-то метки много, она вам нужна просто для ориентации на препарате. Предположим, что у вас автофлюоресценция препарата смещена в красную область, но это редко, конечно, бывает, но это совсем прекрасно, потому что наш глаз, если смотреть глазом, лучше видит зеленый свет, и тогда зеленую метку вы возьмете редкую метку, которая буквально несколько рецепторов на первом препарате, и красную метку, которая, несмотря на автофлюоресценцию, будет хорошо видна, потому что ее много, для вот много представленного, скажем, какого-то цитоскелетного маркера, который позволит нам препарате сориентироваться. Первичные антитела должны быть из разных животных и не должно пересекаться с тем животным, на котором вы делаете этот эксперимент. Однако, появляются специальные наборы, Xenon, Mouse on Mouse, Human on Human, и так далее, позволяющие, на самом деле, использовать в редких случаях антитела ампер человека на человеке. Сразу предупрежу, что этот последний такой рубеж, если ничего другого сделать не может, тогда этими наборами имеет смысл пользоваться. Они, мягко скажем, недешевые, усложняют очень сильно последовательность этапов, и некоторые из них патентованы, то есть, не совсем понятно, как они работают. Тем не менее, могу сказать, например, про набор мыши на мыше и про набор человека на человеке. Они действительно могут использоваться и используются, например, набор человека на человеке при некоторых исследованиях, например, автоиммунных заболеваний. Выбор флорохрома. Возбуждение и спускание разных флорохромов у нас должны быть хорошо разделены, чтобы мы могли их, в случае фресцентного анализа, независимо, селективно увидеть. Естественно, перед этим мы должны пойти на тот микроскоп, на котором мы планируем в дальнейшем проводить исследование, посмотреть, какие кубики есть, на что вообще можем рассчитывать, какие флорохромы в принципе можем выбрать. Если же это конфокальный микроскоп, как минимум мы должны посмотреть, какие лазеры на нем установлены, чтобы подобрать под эти лазеры флорохромы. Более подробно об этом в курсе по оптической микроскопии, но, конечно, этот курс нельзя было оставить четырех меток, которые можно использовать. Предположим, нас интересуют четыре метки и мы можем взять для их работы например, вот такую комбинацию. 405, 488, 555 и 647 ОЛЕКС. И, предположим, мы возьмем наш конфокальный микроскоп SP5 Лейко без белого лазера с обычными лазерами 405 и оргоником гелиньоновым лазером. Линии лазеров здесь у нас нарисованы, которые у нас есть и мы хотим подобрать под них краски. Как раз вот эти краски подходят, конечно, не идеально, но очень хорошо. Почему? У нас есть возбуждение 405 и при такой регистрации мы задействуем только наш первый флорохром ОЛЕКС 405. Проблему решили. 488, конечно, у нее пик 496 и лучше использовать лазер как раз 496 нанометров. Более того, в оргонике эта линия есть, ее можно было бы использовать. Но 488 позволяет нам немножко лучше решить задачу тем, что уменьшает возбуждение второго флорохрома. Опять же, выбрав вот так зону регистрации, мы только этот флорохром зарегистрировали, решили проблему. Следующая. ОЛЕКС 555. Надо сказать, флорохром плохенький, очень неяркий, но тут деваться некуда. Можно было бы вместо нее еще использовать например 568. С ней, правда, тоже есть свои проблемы. Значит, возбуждаем не в самом максимуме, нам бы хорошо бы лазер здесь иметь, но имеем, что имеем. При этом возбуждается только этот краситель, остальное практически не возбуждается. Ну и теперь границу регистрации можем взять, чтобы захватить в основном его. Ну и с последним красителем здесь все очевидно. 635 нанометров у нас, хотя на лазере написано 633, не верьте, не правда. На самом деле 405 лазер тоже 403, если быть совсем честным. И мы здесь получаем возможность регистрации только этого флорохрома. Почему? Ничего кроме него не возбуждается. Потом поставив вот такие границы, мы теперь получим только его. Подбирать флорохромы удобно в так называемых спектрах в юверах, программках. Вот ссылка на одну из программок приведена ниже, как раз с параметрами, которые представлены на этом графике. Таким образом, сегодняшнюю лекцию мы с вами должны будем завершить. Мы поговорили о методах иммуногистохимии, иммунофлюресценции, мы поговорили о способах усиления сигнала, о прямом-непрямом методе, о различных дополнительных методах с использованием полимерных красителей, с использованием термидиного каскада усиления. Мы поговорили с вами о нескольких протоколах, подводных камнях, которые здесь могут встретиться, и рассмотрели вариант подбора нескольких флорохромов для, в данном случае, такого даже сложного четырехканального препарата. Следующие лекции у нас будут по теории микроскопии, оптической флуоресцентной, коротенькие, более полный курс пойдет отдельно, и еще у нас будет одна лекция о современных методах, о молекулярной гистологии, о методах просветления ткани и так далее. Ну, а сегодняшнюю лекцию мы с вами завершаем. Спасибо за внимание, и я с вами прощаюсь.